Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Юди за микрофоном, по-прежнему я Андрей, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием Тру Сталкер. Остановитесь на том, что мы там поделали некоторые делишки в темной долине, и что это было? Что-то не очень приятное. Что-то мне начало по мозгам бить немножко, потому что здесь пси собака, а я косой очень. Ой, 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 ой. Патроны, сейчас все будет. Падай. Где-то одна убежала. Куда? Только. О, привет. Вот и все. Так. Хочу посмотреть это место в оригинале, я знаю то, что наверху есть тайник. Ну, точнее там то ли шлем, то ли что лежит. Заправка. О! Рататуи. Дебилы. Маленькие. Я не знаю, у меня голов их очень много. Пока я не нашел, кому они нужны. Надеюсь, кому-то они реально пригодятся еще. А не только Сидоровичу, который там мне вначале еще где-то давал этот заказ. На голову. Тушканов? Текст? И чё? Чё-нибудь есть? Ну, не знаю. Здесь максимум, а здесь что-то может лежать. Потому что эти остальные места, они... Ну, максимум под схрон, ну, под тайник. Так, ладно, здесь ни хрена получается. Хорошо. На бочках, скорее всего, тоже ничего нету, да? Ну да. Детектор бы задетектировал уже. Вот это место. Смотри, там лежит труп. Значит, что? Значит, скорее всего, здесь есть... Сраный... Сосатель. Ну, я так думаю. Если нет, то хорошо. Если да, то страшно. Первый кровосос все-таки, как-никак, встретить его было бы очень печально. У патрона. Аптечка. Но пока никто не появляется. Они не очень тихие, на самом деле. Так что я бы, наверное, его услышал. Где-то тут труп лежит. Только что это за труп. Он якобы снизу где-то. Только по той стороне. Уж наверху. Нет, все-таки снизу. На хрен ты тут лежишь? Объясни мне. Возьму-ка я все, пожалуй. Знаю, лежит, отдыхает. Никаких признаков чего-то. Каких-то насильственных смертей. Ладно. Ну, погнали на базу к ним. Че? Он уже стоит, ожидает меня. Ствол убираем. Здоровченько. Проваливаю отсюда бомжара. Если тебе к бугру надо, тогда через главный ход проходи. Здесь только наши пацаны могут ходить. Все, я ушел. Понял, а где у вас главный вход? Главный вход там, как я помню. Ну, не помню точнее, но помню. Тут вот с кем-то потрещать можно. База бандитов. Че? Ну, че стоишь? Давай, мочи тварей, что пошмет киковаловы во все стороны. Хм, пойду-ка я, что ли. Странно, ну ладно. Да, будет сегодня на пару ворон меньше. Че? Здорово, мужик, не ходишь по воронам пострелять? Хочу. На интересные деньги или на рекорд? Давай на интересные, че? Тренировочка, да? Правила рубишь? Нет, расскажи. Ну, на интерес, если ты бабла получить не хочешь, так что потренируешься. Ладно, давай. Думаю, ну. Ну, че, рискну? Поставлю на мужика полсотни. Да вроде на нормального мужика тянет. До начала 3 секунды. А мне с чего стрелять? С любой фигни? Давай, мужик, я в тебе верю. Ну, ладно. Трендить будем потом, у тебя же время. А, ну, типа. Ладно. Так я же одну убил уже, все. Вообще стрелять не умею. Да умею я, че ты. Да алло, я убил уже две. Все. Три. Четыре. Ну, все. У меня магазин кончился. Мне жалко патроны. 17 секунд. Давай, все. Ждем. 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 Фонарик что-то горит у меня. Зачем только, не знаю. Живодер. А ты кто? Михачкан. А ты кто? Миха-изгой. Я не учусь, с тебя тоже, Миша, завод. Давай еще попробуй. Так, в смысле, я же выиграл. Вообще нормально пострелял. Тебе бы на бабос поиграть, само оно. Но еще бы меня не тянет. Люблю, когда перья в воздухе кружат. Так и чё? Ты куда так резво чешешь баклан? Тебе к бугру? Нет, так не пойдет, дядя. Придется тебе кое-что для нас сделать. Такого уговора вообще-то не было. Мне нужно только забрать артефакты. Плевать нам сейчас на ваши сталкерские договоры. Паритащи нам десятку антирадов. Тогда и поговорим. Одна из наших групп на днях собирается в рейд. Там место радиоактивно. У нас недостаток препаратов. Подтащишь, заберешь свои артефакты. Нам чужого не надо. В принципе, есть еще пара вариантов. Либо капаешь нам негами вместо антирадов. Штуку. Штуки 4. Либо тащишь какой-нибудь артефакт от радиации. Ладно. А у вас нету до этого ящика сраного. Сука. Ладно. Сейчас. Так, погоди. Я тут пробегал, уже взял антирады. И услышал зов о помощи. Немой, сталкер. Неужели кто-то из их? Ты кто таков будешь? Как здесь оказался? Немой меня кличут. Бандиты прижали практически у долговского КПП. Перед баром. Сволочь. Мне кажется, стыдно что-то. Чего? Мне даже стыдно, что какой-то сброд в дырявых кутках мог меня свалить. Опытного сталкера. Все забрали, ублюдки. Делали меня в этот, чертов, свитер. А броньку мою дорогую куда-то уже сбагрили. Сижу теперь тут, чахну за этой решеткой. Ты? Как ты? Чего? Ты кто? А, так ты тот самый немой из группы Свирепова? Мужик. Мужик-то тебя ищет. Мужики-то тебя ищут. Ничего себе, как мир тесен. Да, из группы я. Из его. Но сейчас не самое лучшее время об этом говорить. Сможешь мне помочь выбраться? Уже третью неделю здесь торчу. Я даже не знаю, чем помочь. У меня нет доверия со стороны бандитов. Придумай что-то, пожалуйста. Тут всего один отброс сверху меня стережет. Так, просто отсюда выбраться не выйдет. Я постараюсь помочь, когда подвернется момент, обещаю. Угу. Выждать момент. Хорошо. Че, нашел антирады? Ладно, вот вам антирады. Да, я сгонял, взял 10 антирадов. Я ими все равно не пользуюсь. Отлично, а теперь... Чего отлично ты сопротивлялся? Ну все, заруливаю. А я нашим передам, чтобы тебя не трогали. Спасибо. Окей, спасибо, брат. С петухом гоняет. Не толкайся под ногами, обезьяна. Понял тебя. Я обезьяна. Макакинс. У вас есть что-то типа торговца здесь, нет? Я надеюсь, что да. Мгм. Заперто. А может нахрен всех поубивать просто, нет? Сейчас я... Давай тут... Блин, у меня концу... У меня ее, короче, залипшая. Я на нее что-то пролил когда-то. Однажды, в один момент. И теперь, чтобы она работала, я не знаю, каким усилием на нее нажать. Чтобы она там какой-то нейрон подала на клавиатуру. Короче, хер ее знает, не работает. Давай я вот сейчас вот так вот сохранить. Бан... Ди-ти. Вот так вот сохранить. Все. Сейф сделан. Пацанчики, сделай кабину проще. Сейчас, пацаны, я у вас тут водичку возьму. Сырочек. Артефакты у вас тут есть? Ну, так, случайным образом, может, где-то валяются. Я у вас по брожу, никто же не против. Не сказали, меня трогать не будут. Я вас ловлю на слове. Понятно? Так. Как пройти-то в ту часть? Где обычно там дядька Яр сидит. Да, этот. Кто его? Как его там звать-то? Ашот, Ашот. Во. Пробрался. Так, ну да. Что-то есть у них тут. Что-то типа торгаша есть. Ну, я там не знаю. Ну, есть. О, нарисовался. Зуб. Зуб. У тебя можно купить бандитскую куртку за 6 тысяч. Я у тебя хочу купить, на самом деле, патронов. Кстати, дороговато продаешь. Ой, нет, дробь там не оставь. Зачем? Зачем ты так ко мной? Вот это все забирай. Нет, я тебе не отдам. Сыр, на. Я у тебя хочу купить. Здесь есть под мой пуколет? Да, у меня здесь есть под пуколет. Просто у меня на нем глушитель есть. Давай вот 8, 7 пачек у меня, пожалуйста. 1800 рублей. Можно было так. Да, может, да, давай все заберу. Че, я не нищий. Особо-то. И вот эти, да, под какие? Да, вот эти патроны под мой пуколет. Не знаю, давай пачки. Три. Мне хватит. Все, спасибо, брат. Брат, ты же брат. А если ты брат, то ты должен быть брат. Но это так, на всякий случай, если все-таки придется того самое. Ни хрена себе, куда я свалился. Вояку даже порешили, вау. Пацаны-то лютые. А почему две точки обозначаются? Торговец, а вторая... А вторая непонятно. Подожди, ну вот смотри. Может он внизу где-то? Типа подпольный торговец. Хз. Нет, тут нельзя. А почему реально две-то точки? Непонятно. Окей, но у них есть бар еще. Здорово, бармен. Ой-ой-ой, ты давай, не надо так делать. Ну это ладно. Ты кто? Типа Боров какой-то, да? Хова. О, сталкер, что надо. Ты чисто хавчиком торгуешься, я тебя понял. Опять же, две точки почему-то обозначаются. У них еще и техник есть. Вау. Да, слушай, вы пацаны-то эти прямо прозрачный. Чинишь ты, наверное, с дохерища, да? Да нет, слушай. По приемлемым ценам. Ну мне, по крайней мере, нормально. Все, я вычиненный. Отлично, епать, провалился. А выход нам только это нормально вот здесь, да? Если я провалился, то мне... А если я провалился, то мне вообще не выползти, да, теперь? Да ёпта, нет, я в ловушку попал. Так, все, все сделал те же самые действия. В принципе, все, я готовый. Уже нам на лютый базар с их бугром. Пойдем. Так, здесь я пролезу. Хрен знает. У меня вообще сюда можно. Не хочет он сюда залазить. Обратно я вылезу. Обратно вылез, ладно. Ай! Да за что у меня так-то опять? Опять пипец темно у вас. Не могли здесь, что ли, свет провести? Я не знаю. Так, где он тут сидит-то? Бугор ваш. Все ящички откроем. Конечно же, это первоначально, что можно делать. Может здесь что-то будет полезно и интересно. Но, походу, нихрена здесь полезного и интересно. Здорово! Музыку погасить. Я забыл здесь сталкерок. В смысле? Олег Монгол! Ща, ща, на превью. Вот так вот. Как-нибудь, да? Не, надо поближе. Не, блин, поближе не получится. А, пойдет. Олежа, монголик. Родненький. Шо надо? Здорово, я от костыля пришел за посылкой. Новенький. Тогда слушай, это наша база, а значит ты здесь гость. Помни об этом. Чтобы не буянил, тут уяснил. Все понятно. Только возьму кейсы слиняю отсюда. Деньги вперед. Держи. Все можешь проваливать отсюда. Советую. Без надобности здесь особо не крутиться. Все понял? Ухожу. Все, очищи давай. Так. А как выждать момент? Вот теперь. Четыре ты трешься? Мимолетом уже ухожу. Смотрю, подсыкаешь? Почему это? У тебя ноги чуть ли не трясутся. Смотри, не обделайся здесь. Чего напрягаться-то? Думаешь, бандиты, значит, будут прессовать я здесь? Честно? Думаю, с вами надо быть аккуратнее. Ну, в общем-то, правильно ты думаешь. Но ты не ссы. Ты, как я понял, теперь будешь посыльным посылки таскать от этой сволочи. Чего? Сволочного борьги. Пока, да. Ну, понятно. Я тут, это, бригаду собираю на одно дело. И раз тебе торгаш такое дело доверил, значит, сталкерок ты толковый. Не желаешь присоединиться? Что за дело? Налеты, гоп-стопы, грабежи? Слышь, ты нас с бандосами, с мусорки не сравнивай. Те в крае отморожены, а мы же тут, можно сказать, более лояльны. Что за дело-то у вас? Я собираю группу, чтобы разведать одно местное, что это за место. Знаешь про заброшенный завод? Здесь недалеко. Пробегал мимо. Значит, слышал, наверное, что там вход в лабораторию X-18 находится. Так вот, раньше мы его контролировали, всяких сталкеров прессовали, которые по лабораториям заброшенным шастают, любят. Какой-никакой заработок был? Потом в том месте произошла какая-то хренатень. Кто-то утром связался с пацанами, как они там... Как-то утром связывались с пацанами, как они там, а в ответ тишина. Ну, думаю, может, связь после выбраться барахлит. Послали пару пацанов проверить то место. Возвращаются через час. Все запыханные, перепуганные. Я спрашиваю, вы чего? Что случилось? А они мне начали втирать. Там пацаны висят мертвые все. Я спрашиваю, вы курили? В смысле висят? А они что? Но они отдышались и начали рассказывать. Мол, пришли на завод, а там тишина. Заходят внутрь. И там все пацаны наши мертвые. Да еще и раскиданы по всем сторонам. Кто-то на балке под крышей повис. Кто-то на стене. Словно их... Понятно, короче. Да-да-да. Соберутся, пойдем разведать это место. Пришел на базу. Со мной идти никто не хочет. Слухи быстро разошлись. И у нас это место попало в черный список. Никто туда больше ни под каким предлогом идти не хочет. Да уж. Ну и что удалось? Кого-то в бригаду собрать. Трех собрал. Если ты согласишься, то двинем. Ладно, готово. Ладно, годится. Когда выдвигаемся. Мои пацаны дежурят недалеко от завода. Двинемся туда. Загруппируемся и пойдем к заводу. Понял? Тогда пошли. Прямо сейчас у меня кое-какие дела. Эта идея я догоню. Ага. Ну я понял. Да, хорошо. Мы сходим туда. Обязательно сходим. Только сейчас сначала мне надо как-то разрулить вот с этой вот бедой. А как-то пацана вытащить. Только как? Сейчас, погоди. Попробую одну штуку. А, я их не могу убивать. Я типа по мирным не могу стрелять. Вот в этом-то проблема. Плохо. Плохо. Так-то. Ну давай тогда сходим с трухлявым. Или кто он там? Трухлей, трухляв. А, он уже побежал. Понял. Ладно, давайте сходим, разведаем. Ну че там? Ну че, где там пятый? Дождите. Скоро придет. Я уже договорился, пока подождем. Ну где тебя носит, мля? Я перед тобой стоял, мля, ну где ты ходишь? Мы заколебались, жопа просиживать. Я готов, идем. Ну погнали, пацанчики. Давай топай. Вставайте, пошли. Ну у вас, конечно, и походка басяцкая. Давай, побежали. Переключайтесь на бег. Хозяб трусцой. Я тоже подготовлюсь, пока перезаряжусь тут. Вон там по-любому, типа, что-то бюро или кровосос. Не знаю, может несколько кровососов. Хрен его знает. Поползай, поползай. Тихо. На цырлах. Так. И че? Прикрываю тыл, пацаны. Ох, ни хрена себя. Я его не видел, когда здесь бегу. Вряд ли это полтергейст. Полтергейль. Надо бы для начала тут все осмотреть. Масол, иди посмотри, шмура. Надо понять, как их замочили всех. Только аккуратнее. Стремно. Да не сытый, двигай дальше. Хм, да знаю я, где все они вон, но это я шкафу открывал. Вроде тихо. Давайте за ним, пацаны. Ну, погнали. Потихонечку. Потихонечку только самое главное. Страшно. Сидит, отдыхает. Хе-хе-хе-хе-хе. Ему, походу, же свернули. Огнестрела я не вижу. Угу. Ох, ёпт, мать. Тварь, вон она, в углу. Сейчас я тебя гнида. Ты что, дурак? Что ты гонишь? Нет там никого, убери волыну. Да там она, мля, буду. Все, капсдаю. Ладно, будь аккуратней. Осмотрим каждый угол. Если кто-то из мутантов здесь обитает, надо его завалить. Хорошо, я понял. Осмотрим остальных жмуров. Что же это за мистика такая? Осмотреть помещение. Давайте подумаем, тут понятно. А, нет, мне надо. Что мне надо? Мне вот этого надо осмотреть. Понял. Нафиг, убери грозу. Опа. Что за... Херота. Да это сто процентов бюро. Сука. Что ж так зубы сводит? Ой, 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 страшно, страшно. Эй, иди посмотри дальнего жмура, тебе ближе. Капс, дай ему, стоп рот. Осторожно. Да нет, все. Сейчас этого что-то ящиком шатает, да? Бюрер по-любому. Да ты чё, огонь? А, может этот контролер? Ёпта, что происходит? Что это? Что происходит? Что это за херня? Я ничего не вижу. Чё, где? Ёпта. Где она? Что это вообще такое? Ох, ты ж. А это какой-то полтергей? Что это такое вообще? Глаз полтергейста. Ну всё, а пип... Пипя уму. Забарахлил немножко. Ща. Да, да, сейчас пойдем. Водичку только с ваших подниму, а то ничего, зря будут лежать здесь. Да-а-а. Ковнятина. А чё ты красный? Почему он красный? Странная тема. Непонятная? Самое интересное. Ну ни хера себе тут зверьё, сука. Ага. Нас так просто не возьмёшь. Да не говори. Чё так вышло про иголочка? Ничего себе. Это что ещё за тварь такая? Да херю знает. Нет, на обычного полтергейста она не похожа совсем. Кожа даже другого цвета. Откуда она только тут взялась? Ты же сам говорил, тут на входе подземелья может оттуда народом? Не знаю, может быть. Надеюсь, она бесплодная, детей у неё нет. Проверить бы это точно. Я не могу тут вести дела, если под боком у нас будет обидать такая нечисть. Давай подорвём проход в подземку, делов-то. А ни хрена мы тогда зачищали это место? Завалим проход, сюда никто ходить не будет. А значит, не с кого будет бабосы срубать. Не думал я, что сталкеров интересуют подземки. Что там интересного может быть? Мне мой друган рассказывал, что Икс-18 несколько лет назад обнаркружили. За это время всё там уже растащили, наверное. Без обид, пацан. Но я думал, ты из опытных, вопрос у тебя совсем глупый. Это не простые подземления, а заброшенная лаборатория. Сколько бы там не выясняли, ещё куча всего интересного может быть. А легенду про то, что в подземельях можно найти дорогие артефакты, слышал? Думаю, это не просто легенда. Был у нас тут один сталкер. Часто наведывался в подземку. Платил большие деньги, но всё равно приходил и приходил вновь. Значит, была ему выгода, логично. Только с последней ходки в подземелье он не вернулся. Помер, видать. В любом случае, мне до этого дела совсем нет. Я свою часть работы выполнил. Я за свой базар отвечу. Поработал, держи обещанное. Ага, ага, понял. И если что, заходи к нам, работу для тебя всегда найдём. Спасибо. Удачи тогда вашему бизнесу. И тебе тоже. Небольшой совет, и надеюсь, шестёркой моей после этого считать не будешь. Чего? Небольшой совет, и надеюсь, шестёркой меня после этого считать не будешь. В общем, если будешь и дальше иметь дела с монголом, то советую всегда всё проверять. Просто будь аккуратней с ним. Это тебе просто такой небольшой совет в качестве наград за помощь, что ты имеешь в виду. Только то, что сказал ему. А будь таких сталкеров, как ты, расплюнуть. Спасибо за предупреждение. Удачи. Опа, вот наш специалист. Чего изволим пока. Ну ладно. Хорошо. Дождаться появления костыля и отдать ему кейс. А чё? А как мне вот этот выждать момент? Не мой сталкер с губой символом. Можно как-то его оттуда вытащить. А какой момент-то выждать? Ой. Катсцена. Я хотел... Блин, вот же суки. Ага. Вот я и хотел проверить то, что мне же сказали. Ты что типа этом? Будь аккуратней. Это я и захотел резко проверить. И он тоже, видимо. Ну давай, чё? Я не знаю. О, погоди. У нас же здесь Сухрон появился. Да? Да. Как я и говорил, то что вот это место как раз таки только для тайничка подходит. Ох, ни хрена. Еще один Велес. И П-90. Ну я все забираю, конечно же. Охрененный тайник от бандосов. Спасибо им большое. Так. Я, пожалуй, вооружусь сейчас. Че, у меня пропустят сейчас без проблем, да? Ага, спасибо. Хе-хе-хе. Олег Монгол, ты че? Олежа. Балабонь быстрее, чем надо. Олеж, ну ты как-то не попад... Че тебе, сталкер? Что за дела? Внутри нашего кейса нет артефактов. Че? Ты прибурел и отдал деньги. Деньги торговца. А вы свою часть сделки не выполнили. Артефактов в кейсе нет. Мозгов у тебя нет, олень. Тебе дали кейс с артефактами. А то, что ты у них... Чего? А то, что ты их не донес до торговца, только твои проблемы. Где ты был все это время? Сразу все проверят... Все... Чего? Сразу все проверят надо. Щегол. А то пропил их... Пропил их пошел, а теперь предъяву мне бросаешь. За это я бы тебя рога пошибал. Да жалко отношения с торговцем портить. Проваливаются. Нам не нужны эти артефакты. Без проблем. Тащи 50 косарей, а мы их соберем. Еще раз такими наездами здесь появишься. Башку тебя расшибу, фраер. Ты честненько. Вернут артефакты торговца. Ну, опять к трухлявому. Я его не буду вот этот... Трухляю. Трухляю. Он... Он... Блядь. Он трухлявый, короче. Слишком много букв. Да... Ну и шляпа, конечно же. Не, у меня 50 тысяч есть, конечно. Но что-то какая-то жаба, если честно, меня душит. Да и артефакты у меня есть. Я могу ему два артефакта каких-нибудь положить. Там пленку, еще чего-нибудь. И все, он уже окупится. В принципе-то. Пацаны. Оббули меня. Здорово, здорово, трухлявый. Что нужно? Привет, это снова я. В общем, твое предложение о работе все еще в силе. Конечно, в силе. У нас есть определенный план на это место, поэтому дел много. Ты чего не на свалке? Если конкретно, ты был прав насчет монгола. Поэтому работа мне не помешает. Да пошел он. Скажу тебе по секрету. Мы хотим слинять от него. Достал. Но надо это провернуть мирным способом. Все-таки там братков на базе много. Если лишнего что-то ляпнуешь ему, нас они за раз порешают. Ну это так, мысли вслух. Давай ближе к делу. Давай сразу проясним, что я не буду заниматься разного рода мокрухой и идти против вольных сталкеров. А я тебе этого не предлагаю. Этим мы сами займемся, если понадобится. Мы тебе можем и другую работу предложить. Войдешь к нам в долю, деньги лопатой грести не будешь, но и голодранцев с нами не останешься. Предложение интересно, но мне бы хотелось получше знать, на что я подписываюсь. Для начала надо решить проблему. Необходимо проверить, нет ли в подземелье логово этих тварей. Я с тобой отправлю двух своих ребят, просто разведайте обстановку. Если заметите нечто похожее на эту тварь, сразу драпайте оттуда. Я бы не хотел больше терять людей. А мы тут пока на поверхности дела порешаем. Вот тебе ключ для входа. Ладно, если только разведка, то я согласен. Спуститься с бандитами в лабораторию. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Это же здесь проход? Я правильно понимаю? Ну да. Короче, мы пойдем с вами в лабораторию, но уже в следующей серии. Огромное всем спасибо за просмотр. Если понравилось, то поддержите лайком, подписочка на канал. Комментариям, конечно же. Да? А так, до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...